Если мы, купаясь в океане, не видели акул или китов, это еще не повод утверждать, что их там нет. Вот именно об этом я сегодня и хочу поговорить. Всем доброго и очередного утра с Андреем Тихоновым. Сегодня, дорогие уважаемые мои подписчики, коллеги-переговорщики, риэлторы, мы с вами затронем очень интересную тему, описанную в 19 главе, которая называется Дедукция, индукция и аналогия. Вы знаете, в связи с тем, что все-таки эта тема очень-очень сложная и в ней очень много разных определений, я попробую эту главу объяснить на реальном примере моих клиентов, которые ко мне обращались. Может быть, даже кто-то в этой ситуации увидит себя с одной или с другой стороны. Но изначально давайте мы с вами вспомним фильм «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». Вспоминаем тот самый момент, когда Шерлок Холмс впервые увидел доктора Ватсона. Он сделал какие выводы? Он говорит, скорее всего, вы врач и тем более еще и военный. И доктор Ватсон его спрашивает, как вы сделали? Откуда, точнее, вы об этом узнали? Он говорит, вы по всему типажу доктор, но у вас армейская выправка. Скорее всего, что вы военный врач. У вас плохо работает одна нога. Скорее всего, она была повреждена. Лицо обладает несвойственным вами цветом. То есть, оно более загорело, чем запястье рук. Отсюда делаем вывод. Раз вы англичанин, то мы берем, что травму вы получить могли только где-то в боевых действиях. И называют точку, где он мог находиться. Таким самым образом, согласно дедукции, он пришел к выводу, что это доктор, плюс ко всему военный, который в свое время получил ранение. И вот теперь давайте мы переходим к истории, которая будет показана как пример, как работает дедукция, индукция и аналогия. Вот смотрите, ко мне обращается за помощью один мужчина. Он говорит, мы постоянно ссоримся с женой. Вот просто-напросто по какой-то конкретной ерунде. Я более чем уверен, что это все можно рассмотреть и с другой стороны точно так же. Я имею в виду, что с этой же проблемой ко мне могла обратиться и женщина. Ну так вот, мужчина говорит, ссоримся постоянно. И жена всегда мне говорит, что вы все мужики одинаковые. Начинаем копаться. Откуда у нее такая точка зрения? С чего она берет вывод, что все мужики одинаковые? Он мне отвечает, что оказывается он у нее уже третий муж. Я говорю, хорошо. А что с первыми было не так? Первый был идиот, второй был придурок. И вот я тот самый человек, которому еще какое-то название не придумали. Давай, говорю, будем разбираться. А с чего, почему она разошлась с первым, разошлась со вторым, разошлась с третьим? Он говорит, что все эти ее мужья были своего рода хамы. И они считали, что они всегда правы. Я говорю, а у вас что происходит? Он говорит, ну в принципе происходит то же самое. Начинаем копаться глубже. Мне всегда интересно в этих случаях посмотреть, что происходило с семьей этой девушки и какое у нее окружение. Выясняется, самая близкая подруга дважды разведена и в обоих случаях муж идиот. У этой подруги мама дважды разведена и ее мужья идиоты. Но самое, что интересно, у его жены мама замужем была тоже трижды. Была трижды разведена. И все мужья уже, как вы догадываетесь, идиоты. То есть получается, эта девушка копирует модель поведения своей близкой подруги, мамы подруги и своей собственной мамы, смотрит на свои собственные взаимоотношения и делает какой вывод, что все мужчины идиоты. И мне очень нравится одна интересная поговорка. Если тебя бьет первый муж, точнее если по твоему лицу бьет первый муж, брось его. Если второй муж тоже начал бить по твоему лицу, тоже брось его. Но если вдруг третий начал бить по твоему лицу, то скорее всего что-то не так уже с твоим лицом. Отсюда мы опять же можем сделать следующий вывод. Что если у нас постоянно с людьми происходят какие-то непонятные, негативные взаимоотношения, и мы считаем, что только виной всему этому они, то скорее всего уже срочно нужно вставать и бежать в зеркало и смотреть, что же в конечном итоге не так. Теперь давайте посмотрим, как работает первая история с доктором Ватсоном и Шерлоком Холмсом и та история, которую я рассказал про распад семейной пары. Смотрите, Шерлок Холмс делает выводы согласно каким-то своим собственным пометкам. Он что-то видит, что-то замечает, складывает это со своим собственным опытом и приходит к какому-то определенному выводу. То есть он проводит аналогию с помощью дедукции, индукции он все дело собирает, а с помощью аналогии, что раз вот выправка значит военный, раз вот такое врачебное лицо значит врач, раз хромает значит получил травму, делает определенного рода выводы. И в этой истории точно так же девушка смотрит на отношения своей подруги, ее мамы, на отношения своей мамы, на свои предыдущие прошлые отношения, проводит среди них аналогию и говорит, что виноваты все, кроме я. Но почему я вам принял решение рассказать именно эту историю? В конечном итоге эта пара разошлась. Но самое, что интересно в этом случае заключается в следующем. В общем, мне позвонил этот парень и говорит, Андрей, вы знаете, спасибо вам, конечно, огромное за рекомендации, уделенное время и т.д. и т.п. Но вот мы не смогли договориться, мы разошлись. Я говорю, хорошо, как у вас сейчас дела? Он говорит, сейчас у меня дела прекрасны, я нашел себе девушку, мы с ней живем. Я говорю, не ссоритесь. Он посмеялся и сказал, ну, конечно, ссоримся, но только теперь наши ссоры выглядят не в обвинении друг друга, а в поиске какой-то конкретной истины, как можно решить этот вопрос. Но, говорит, самое, что интересно, я хочу, говорит, тебе, Андрей, рассказать. Первый ее муж, которым она говорила, что идиот, точно так же женился. У него, говорит, сейчас семья, двое детей, и они живут вполне нормально. Со вторым мужем, с которым она разошлась, он тоже нашел себе девушку, тоже женился, у них тоже есть ребенок, и у них тоже все прекрасно. И вот, говорит, прекрасно все и у меня. А она, говорит, после меня еще нашла себе парня, повстречалась, они прожили, говорит, полтора месяца, но, естественно, раз он идиот, они разошлись. Отсюда делаем выводы. Не все то, что мы знаем, является правдой. А на сегодня все. С вами был я, Андрей Тихонов, эксперт в области переговоров. Спасибо вам, дорогие мои подписчики, что вы меня смотрите, за ваши лайки, за ваши комментарии, которые я с огромным удовольствием читаю. Если это видео было для вас полезным, ставьте вот такой смайлик и подписывайтесь на наш телеграм-канал. А самое главное, берегите себя с Богом.